Ну что ж, уважаемые коллеги, еще раз доброе утро и добро пожаловать на первую сессию нашего форума, которая называется «Трансформация ритейла. Тенденции, прогнозы и бизнес-стратегии». И, наверное, актуальность этой темы на сегодняшний день очень сложно переоценить. Действительно, количество изменений, которые ритейл-пространство, наш рынок видел за последние 6-9 месяцев, превышает их количество за последние несколько лет, может быть, даже 5 лет. Мы говорим с вами и о продуктовых санкциях, которые в прошлом году были введены, и о девальвации локальной валюты, которая не могла не нанести свой отпечаток на закупочные цены, как импортных товаров, так и комплектующих или ингредиентов, на удорожание стоимости финансирования и стоимости денег, которая также повлияла на новые инвестиционные проекты в ритейле, на экспансию ритейла. И все это, конечно, не могло не отразиться на том, как совершает решение о покупке наш покупатель, наш потребитель. Его поведение очень сильно изменилось. Ритейл вынужден был скорректировать свои планы. Менялись и стратегии ценообразования ритейла, менялись стратегии ассортимента, инвестиции, планы развития. Ну и, в принципе, количество изменений можно перечислять дальше и дальше. Очевидно совершенно, что кто-то воспользуется этой ситуацией и сможет увеличить и свое присутствие на этом рынке, и увеличить количество лояльных клиентов. Кто-то не сможет это сделать. В этой связи борьба за покупателя действительно усилилась. И, коль скоро так, то большую важность в борьбе за удовлетворение потребностей покупателя играет сотрудничество. Сотрудничество производителей и сотрудничество ритейла. Очень часто мы говорим о том, что есть некое противостояние. Так вот, тем не менее, для того, чтобы в трудную минуту нам удовлетворить потребность и создать хорошую покупательную базу, нам нужно сотрудничать по всей цепочке поставок товаров для нашего покупателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...